МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в гостях один из организаторов фестиваля «Дрибинские торжки» Елена Рябковец и участница этого фестиваля Травница Юлия Рудович. Доброе утро! Доброе утро! Я думаю, что надо раскрыть секрет тем людям, которые не знают, что за фестиваль такой, потому что и название удивительное «Дрибинские торжки», и концепция фестиваля, я так понимаю, тоже не менее удивительная и уникальная. Елена, расскажите. Издавна на Дрибинщине проводились торжки, именно ильинские, приуроченные к празднику пророка Ильи, когда уже можно было продать кое-какую продукцию, выращенную на огороде, поторговать нашими знаменитыми валенками, лаптями. И уже 4 года мы проводим этот прекрасный праздник. Во-первых, этот фестиваль помогает популяризировать наш регион, наши замечательные промыслы и ремесла, объекты нематериального культурного наследия, такие как шаповальство и лаптеплетение. Кроме того, привлекает гостей в наш регион. И с каждым годом география участников все больше и больше расширяется. В этом году у нас впервые принимали участие гости из Светлогорска. В том году были гости из Луганска, российские представители. Наш фестиваль уже включен в областную программу, но и мы претендуем на включение в республиканскую. Здорово! И география расширяется, и ассортимент, я так понимаю, все время расширяется и пополняется. Помимо того, что можно было себе каких-то вкусных трав, чаев купить, попробовать все, меда отведать наверняка. Абуться в лапте можно было. Абуться в лапте, в валенке. Что еще такого? А, кстати, воды живой испить нам рассказывали, тоже можно было на фестивале. У нас в рамках фестиваля работают так называемых пять крамниц. Крамница-желок, где можно было угоститься чаями, прохладительными напитками. Крамница-селяцов, где можно было полакомиться блюдами из рыбы. Удрыбни дают по рыбине, как говорят. Удрыбни не по рыбине. Крамница, где представлен был свежеиспеченный хлеб. И крамница-вода життя, это там краничная вода и различные тоже напитки. Ну и крамница-шаленая обжилка, где была продукция пчеловодов. Ну а рядом с этими крамницами можно было подраться мешками, да? То есть я смотрю, народные забавы также были представлены. Забавы, да. Были представлены. Очень было много игровых площадок. Каждый нашел себе занятие по душе. Все наши организации, предприятия представляли подворье. Ну и, конечно, на каждом подворье были элементы анимации и интерактивной игры. В общем, напоили, накормили и развлекли, как могли. И каждый уехал наверняка с подарками и сувенирами. Ну сейчас обратимся к Юле. И такая молодая девушка занимается таким старинным делом. Вот каким делом, кстати? Собирательством трав, или как правильно называется, я даже не знаю. Завариванием. Юля, что делали на фестивале? Рассказывайте. На Дребенских торжках есть такая крамница зелок. Там продаются чаи из различных трав. То есть это мелиса, чабрец, липа, мята. Здесь, конечно, представлены не все травы, потому что их очень много. Помимо трав еще добавляют ягоды. В нашей крамнице еще продаются мешочки желаний. Его нужно потереть. Я думаю, у нас есть. Нужно загадать желание. Нет, там в этом мешочке находятся травы. Потереть это так потеребить? Да, чтобы они дали свой запах еще больше. Нужно загадать желание. Как пахнет. Я тоже хочу потереть такой мешочек. И запрыгнуть за, обязательно, задать желание. Надеяться и ждать. А долго? Желания сбываются. На следующий год уже к нам приходят снова люди. Не только попить чай, но и снова купить мешочек желания. А вон еще есть один мешочек, да, я понял, что я тут натеребил. Потому что травы сохраняют свои свойства год. Ну, желательно не больше года их хранить. Потому что даже если запах есть, то уже заваривать их не нужно. Они не дают полезных свойств. Вот. Очень вкусно пахнет. Помимо того, что покупают мешочки желаний, мы завариваем чай отдельно, но также можно делать ассорти. Делается, например, вишня. Туда можно добавить чабрец. Если мы добавляем чабрец, то уже мелису, мяту мы не можем добавить, потому что будет перебивать вкус этих сильных трав. А вы можете дать какой-нибудь рецепт, вот какие травы прямо сейчас можно собирать? Я так понимаю, что это не специально выращенное, это просто собранное, ну, вот так пошел в лес, я не знаю, на поляну и собрал. В основном травы собираются до купалья, потому что они начинают расцветать, цвести. Когда есть полное цветение, либо начинают только цвести травы, их нужно собирать. Их нельзя вырывать с коренями, потому что они не вырастут. Если травы, например, если вишня, то нужно срывать несколько листочков с ветки. Их нельзя срывать все. Если это цветущая, например, чабрец, когда срываешь, есть такая маленькая поляночка, например, собираешь чабрец, его нельзя вырывать весь, и срезать его весь нельзя, потому что он должен остаться еще на следующий год. Чабрец. Вот. Мята, мелиса тоже срываются практически у кореньев, но оставляется пару листочков, чтобы они на следующий год снова выросли. Зверобой тоже самое. Цветочки должны обязательно остаться, если мы срываем. Мы не можем срезать все, потому что на следующий год мы уже эту траву не соберем. Так, нам нужно срочно-срочно узнать рецепт какого-то удивительного чая, который помогает взбодриться, развеселиться. Да, и весело провести нашу программу. И главное, как-то вот пережить вот эту жару, которая нас сейчас одолевает. Есть такой рецепт? Охладительный, в принципе, можно смешать практически каждый. А давайте прямо сразу вот так вот по ходу мы будем сейчас заваривать. Вот поскольку листиков надо? Я буду... Совсем чуть-чуть. В заварнике или в чашку? Вот так столько достаточно. Давайте лучше заварим заварничек. А из заварничка мы вам нальем в чашку. Правильно. Так, я вот буду все делать. Это мы мелису засыпали. Что еще? Взять не сильно действующий, например, липа. Это и от простуды поможет, кстати, сейчас из-за кондиционеров. Если мы добавляем ягоды, то их нужно обязательно раскрошить. Если они свежие, так, а у нас есть вот земляничка. Земляничку тоже можно добавлять. Так, вот, все, добавили земляничку. Ой, Саша, сейчас заварю. Напою тебя. Так, и вот это сколько должно в идеале настаиваться? Три-пять минут. Три-пять минут. Хорошо, что не часов, а то наше эфирное время не позволяет. Есть время поговорить, Юля, довольно-таки, мягко говоря, странное занятие для молодой девушки. Собирать травы, заваривать чаи, и при этом так хорошо еще в этом разбираться. Откуда все пошло? Ну, это практически, можно сказать, семейное. С самого детства бабушка учила собирать травы. То есть самое первое, это были чабрец, липа и мята. Один раз попробовала, зацепила и начала потом готовить сама. И мята зацепила, да? Дрибинские торжки у нас уже 4 года как действуют, и поэтому мы участвуем каждый год. К нам приходит очень много людей. Как я говорила, и за мешочками желаний, и за травами. Очень любят смеси. Есть, конечно, люди, которые категорически настроены, то есть говорят, нам только чабрец, нам только смородину. Потому что есть лекарственное, есть витаминное чаи. Например, если смешать смородину и мяту, то... Мяту и смородину. Мяту и смородину, да. И все, и больше ничего не добавлять. То есть она оказывает влияние на почки, на печень. То есть благотворное влияние. Благоприятное, надо сказать. Благоприятное. Если в жару, обычно берут чабрец, туда добавляют липу, добавляют землянику. То есть практически то, что мы сделали, да? В принципе, мы пьем теплый чай, но он охлаждает. Он не становится жарко, становится, наоборот, легче. Мы это проверим через 3 минут. Слушайте, а вот это вот и на вас что-то такое красивое, вязаное? Это с фестиваля? Или вы лично? Это с фестиваля. Это все наши бабушки, сестры, которые этим занимаются. То есть они нам помогают. Помимо того, что вот эти вот травки мы завариваем, нужно украсить нашу кромницу. У нас висят венички березовые. У нас висят чаи. Все вот эти вот заварные листья, все оно на виду. То есть люди приходят, смотрят. Можно потрогать, можно почувствовать запах. То есть если кто-то не знает, что такое мелиса, что такое мята, что такое чабрец, они могут это по запаху почувствовать. То есть и говорят, что им заварить. А можно еще такой дать совет телезрителям? Если вы не знаете, как правильно заваривать чай какую-либо, ну, не можете пройти мимо какой-то хорошей полезной травки на лугах, можно собрать это все, высушить, вот так вот связать в мешочек и положить куда-нибудь возле своей подушки. И так будет приятно, ароматно спать. И будут сниться хорошие сны. Правильно? Я правильно говорю? Правильно. В мешочках желания обычно добавляется чаще всего мелиса мята. И то есть к мелисе и к мяте уже добавляется то, что по вкусу. Кому-то смородину, кому-то вишню, кому-то липу, кому-то землянику. Но обязательно мята и мелиса, потому что если плохо спится, можно положить рядом с подушкой. Очень хорошо действует. И сушить травы обязательно нужно в темном месте. Хорошо проветриваем. Потому что, не дай бог, чтобы они почернели. Если трава почернела, уже ее нельзя использовать. Ну, раньше на чердаках сушили, а в квартирах можно где-нибудь, в каком-то ящике, может быть, проветриваем. В духовке нежелательно, может аромат пропасть. Елена, а где вы находитесь таких самородков? Или они вас сами находят? Сами приходят, да? Расскажите. Вырастили себе специалиста. Родители работают у нас в отделе культуры. Вот и дочка пошла по стопам. Случайных людей нет. Уже те люди, которые бабушки привели за руку, или там не было другого шанса где-то остаться, поиграть в компьютер или где-то побегать, погонять женский футбол, например. Без вариантов, как говорится. Елена? Очень творческий человек. Ну, это и понятно. Она очень хорошо поет, участвует во всех мероприятиях, руководит коллективом, учит детей. Собирать травы или так, чему учим детей? Мы и поем, и танцуем. То есть все, что дети хотят, мы под них подстраиваемся. Их желания учитываются в первую очередь. То есть мы у них спрашиваем, что вы хотите, как вы хотите. Играть в игры на компьютере, они говорят. Нет, нет. А вы говорите, нет, вы этого не хотите. Это сельский дом культуры, поэтому там же игры, да, пожалуйста. Если есть какие-то конкурсные игровые программы, они участвуют. Они могут сделать сами для себя. Они выступают в районе. То есть то, что они хотят, мы делаем. А я как раз-таки наливаю вкусный и полезный чаек, бодрящий. Саша, сейчас будешь работать вообще. Работа будет кипеть. Итак, у нас сегодня в гостях была Елена Рябковец, один из организаторов 4-го регионального фестиваля народного творчества и народных промыслов. А также Юлия Рудович, участница этого фестиваля. Ну и кудесница, которая посодействовала сегодня созданию этого замечательного бодрящего напитка. Ой, какой вкусный чай. Спасибо большое, что вы к нам пришли, дорогие друзья. Вот я прям за всех за вас сейчас строю этот мешочек желаний, загадываю желание какое. Ну, чтобы все было хорошо. Оно обязательно исполнится, так пообещали Юлия и Елена. А вы прям сейчас смотрите новости 24 часа. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова